Утренняя секция Утренняя секция Я с удовольствием хочу представить нашего коллегу Мишель Камажда, профессор, который является специалистом в этой области, одним из пионеров, которые начинали создавать большие европейские регистры и подошли к изучению наследственных заболеваний сердца не только с позиции одного конкретного случая одного пациента, а с позиции обобщения данных, аккумуляции и попытки выявить закономерности и перевести их на уровень рекомендаций и четкой, понятной врачебной тактики. И то, что мы сегодня имеем в качестве европейских рекомендаций при гипертрофической кардиоопатии, а потом и при дилетационной, при различных других формах и в частности по диагностике и попытке новых классификаций, это все, конечно, идет с подачи наших европейских коллег, в частности, французской школы кардиологии, французской школы наследственных заболеваний сердца и профессора Камажды. Поэтому я сейчас с удовольствием передаю ему слово для презентации первого клинического случая пациента с гипертрофической кардиоопатией. Пожалуйста, профессор. Уважаемые коллеги, уважаемые друзья, прежде всего я начну с презентации клинического случая, затем мой коллега, мы с коллегами это все обсудим, и потом мы перейдем уже к обсуждению руководства с точки зрения диагностики и лечения гипертрофической кардиоопатии. Итак, случай. Молодой человек, молодой пациент с одышкой. Этому человеку 26 лет, и он жалуется на одышку при умеренной нагрузке в течение года и также на внезапное учащение сердцебиения в покое. Ничего особенного в его медицинском анамнезе мы не наблюдаем при клиническом осмотре. У него вполне нормальные данные. У него вес 72 кг при росте 180 см. У него хорошее общее физическое состояние, артериальное давление в норме. ЧСС 76 ударов в минуту. И на более углубленном осмотре мы видим, что как сердечно-сосудистая, так и нервно-мышечный осмотр показывает нам, что все в норме. Вот это электрокардиограмма. Давайте посмотрим на нее до того, как мы приступим к комментариям. Я полагаю, что существует три основных находки, которые мы можем наблюдать на этой электрокардиограмме. Как вы видите, в синусный ритм здесь наблюдается. В синусном ритме первое – это признаки гипертрофилевого желудочка. Второе – это тот факт, что есть отрицательные Т-волны в инферлатеральном отведении. И также вы видите, что здесь глубокие и узкие Q-волны в нижних электродах. Это означает, что возможно, что у этого пациента гипертрофическая кардиомиопатия. И безусловно, мы проводили доплер-эхокардиографию. И она показала, что параметры внутреннего левого желудочка нормальные. Но что действительно за границами нормы находится – это толщина стенки. Это толщина стенки. И вы видите, что особенно межжелудочковая перегородка. Наблюдается серьезная гипертрофия. Здесь она с 25 на 28. Фракция выброса – это 78%. Это вполне нормально. Здесь есть у нас, так скажем, переднее систолическое движение. Оно наблюдается, оно вполне умеренное. Нет базальной обструкции. Нет регургитации метрального клапана. Она вполне в норме. И левое предсердие 27 мм. Вы видите, здесь у нас в правом углу этого слайда, нижнем углу. Я вижу диагностический критерий как раз по гипертрофической кардиомиопатии на эхокардиографии. Это толщина стенки больше 15 мм. Спорадически у взрослых. И если у вас есть уже один член семьи, пораженный этим заболеванием, 13 мм, тогда это если есть семейный анамнез. И у детей это два стандартных отклонения от нормы. И мы действительно здесь убеждаемся, что по эхокардиографии и по электрокардиограмме мы видим, что здесь наблюдается случай гипертрофической кардиомиопатии у этого молодого пациента. Итак, какого рода оценки должны быть проведены? Прежде всего, мы должны посмотреть на специфические заболевания, присущие этой семье. Я говорила уже, что клиническая оценка осмотра показала абсолютную норму. Соответственно, возможно, здесь и другие заболевания, но я к этому еще вернусь. Мы должны также оценить тяжесть симптоматики. И также очень важно, мы должны оценить и сделать сертификацию рисков. Соответственно, это генетическое тестирование, генетическое консультирование для этого пациента. Итак, давайте начнем с оценки симптоматики. Как я уже говорил на самом первом своем слайде, симптомы являются слабо выраженными или умеренными. На эхокардиографии мы нашли гипертрофию левого желудочка 28 мм. Еще раз, перегородка, там была толщина, но не было обструкции оттока из левого желудочка в покое. Мы сделали биологическую оценку, осмотр, и абсолютно нормально было все в норме. То есть не было никаких признаков метаболического нарушения, которые могут быть похожи на гипертрофическую кардиомиопатию. Холтеровское мониторирование было сделано в течение 48 часов, и мы ничего специального, ничего особенного не обнаружили. Затем мы сделали нагрузочный тест, и пациент смог выдержать приблизительно 130 на 70 в покое, 145 на 75 максимум при нагрузке. Систолическое артериальное давление было 120, приблизительно 130, не было никакой специфической аритмии при нагрузке, и не было повышения СТ-сегмента с последующей быстрой нормализацией. И затем мы провели индекс скорости потребления кислорода, и опять у нас здесь все было абсолютно нормально. Итак, мы сделали эхокардиографию при нагрузке. Опять-таки мы использовали как маневр Вальсальва и нагрузочные тесты, как вы видите. Не было провоцированного градиента в левом желудочке. Он был 45 мм по шкале Меркери во время маневра Вальсальва и 65 мм при нагрузке. И в конце концов этого пациента мы отправили на МРТ сердечно-сосудистой системы. Вы видите, что здесь позднее усиление при помощи годолинного контраста, которое показало нам следующие параметры. Утолщение перегородки до 30. Давайте посмотрим на семейный анамнез при генетическом консультировании, то, что мы получили. Вот вы видите здесь мутации, которые мы выявили в одном из самых распространенных генов при кардиомиопатии. Это непосредственно MYH7. Мы смогли распознать, что это был генетический врожденный случай гипертрофической кардиомиопатии. Как насчет ведения этого пациента? Как насчет лечения? Безусловно, мы оценили риск внезапной кардиальной смерти. Это соответствует последним руководствам. Мы посмотрели на самые основные критерии, которые используются для оценки внезапной кардиосмерти. Не было синкопии. Максимальная толщина стенки была ниже 28 мм. При хольтеровском мониторировании в течение 48 часов мы не нашли неустойчивой желудочной тахикардии. Тем не менее, был один критерий, который при нагрузочном тесте, как я уже говорил, показал нам ответ со стороны от реального давления. Тем не менее, по семейному анамнезу не было никаких признаков внезапной кардиальной смерти среди родственников. То, что касается незначительных критериев на эхо-кардиографии, не было обструкции в состоянии покоя. Но, как я уже говорил, был значимый отток или обструкция из левого желчка после провокационного теста. Не было последующей дилатации или замедленной дилатации. И на МРТ, на магнитном резонансе, мы видели позднее накопление годолиниевого контраста. Затем мы видели также мутацию, которую мы выявили при генетическом тестировании. Но эта мутация не напрямую ассоциировалась с повышенным риском внезапной смерти от среднесосудистых событий. Итак, мы использовали калькулятор ИСИ, который мы начали использовать 2 года назад. И мы подсчитали, что у этого пациента в течение 5 лет возможность внезапной кардиальной смерти равняется 3,8%. Вот это непосредственно то, что говорит нам руководство Европейского сообщества кардиологов 2014 года по поводу имплантации или показаний к имплантации ИКД. Вы видите, если у нас пациент в низкой группе риска, то руководство говорит, что ИКД не показано в основном этим пациентам. Поэтому мы не проводили подобную имплантацию у этого молодого пациента. Что касается симптоматики, введения симптоматического лечения пациента. Мы предоставили ему все, что необходимо в качестве начала терапии. То есть это бета-блокатор надолол 80 мг в день. Через 3 месяца мы опять пациента осматривали и у него повышался такой симптом, извините, как диспноя. Вот вы видите, мы поменяли ему бета-блокатор, поменяли дозировку. К сожалению, через 6 месяцев этот молодой человек, у него была синкопия при нагрузке. В этот момент у него диспноя уже была достаточно серьезная. Соответственно, стал повышаться мозговой натриотический гормон. И также обструкция оттока из левого желудочка ухудшилась, потому что градиент уже был 45 мм по шкале Меркури и ртутного столба. И после маневра Вальсава, Вальсава это то, что мы обнаружили. И в результате, в соответствии с этими находками, мы решили провести абляцию перегородки. Через 3 месяца пациент полностью избавился от всех симптомов. И абструкция оттока из левого желудочка была гораздо меньше, это 15 мм ртутного столба. И это не повышалось, значимо, не было значимо повышение после маневра Вальсава. Достигало 25 мм ртутного столба. На холтовском монетарировании у нас также не было никаких признаков аритмии. Вот это слайд, который подводит итог тому, что мы рекомендуем в качестве терапии, симптоматической терапии. Вы видите, что терапия выбора – это бета-блокаторы. Это непосредственно то, что мы сделали в том случае, если у нас есть противопоказания или непереносимость. В этом случае мы должны перейти к веропамилу. В качестве монотерапии, если у нас продолжается симптоматика или нарастает, то в этом случае дизапирамид. Добавляется это непосредственно то, что мы и сделали. И в том случае, если у нас есть непереносимость или противопоказания как к веропамилу, так и к бета-блокаторам, то мы можем рассмотреть дилетазем. И в конце концов было генетическое консультирование, проведено пациенту, как я уже и говорил. И как я уже упоминал, анализ показал нам, что родственники первой степени, первого поколения не показывают никаких генетических нарушений. И мы пришли к заключению, что это, скорее всего, мутация ДНОВА. И, скорее всего, это то, что мы сделали. И, безусловно, мы применяли рекомендации Европейского общества кардиологов с точки зрения диагностики и лечения гипертрофической кардиомиопатии, которые были опубликованы два года назад. и которые я также буду разбирать после того, как мои коллеги прокомментируют этот случай. И скажу, что бы она здесь сделала в Санкт-Петербурге в аналогичном случае. Спасибо. Спасибо.